Здравствуйте, уважаемые любители шахмат, меня зовут Илья Левитов и на канале Левитов Чес. Лицо мое расплывается в улыбке, потому что сегодня, 9 октября, отмечает свой день рождения наш американский друг, замечательный шахматист и человек Уэсли Со. Уэсли родился в 1993 году в филиппинском городке Бакоор в семье бухгалтеров. Конечно, Филиппины, это вам не Россия и не Америка, это не страны, в которых шахматы очень были или есть развиты, но очень много для своей родины сделал такой человек, которого звали Флоренсио Компоманес. Он организовал знаменитый матч в Багио между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в 1978 году, помог Эугенио Торо стать первым в Азии гроссмейстером, а позднее занял пост президента Фиде. Для неискушенных любителей шахмата скажу, что Флоренсио Компоманес был именно тем человеком, который прервал знаменитый безлимитный матч между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым в 1985 году. Несмотря на деятельность Компоманеса, шахматная жизнь Филиппин не получила должного развития, а к моменту рождения Уэсли в стране было всего лишь три гроссмейстера. Причем Рахелио Антонио стал третьим филиппинским гроссмейстером как раз в 1993 году. Конечно, при такой шахматной, вернее не шахматной атмосфере в стране, родители юного Уэсли не могли предположить, что его увлечение шахматами, в которые СО начал играть с шести лет, перерастет во что-то серьезное, а уж тем более в профессию. Несмотря на то, что у Уэсли не было возможности заниматься с какими-то хорошими или опытными тренерами, интернет еще не был так развит, спустя пару лет тренировок Уэсли выигрывает первенство Филиппин до 10 лет, после чего очень достойно выступает как на детском переренстве в Азии, так и на всемирном детском переренстве. Проходит еще несколько лет и наш филиппинский самородок продолжает, благодаря в целом самостоятельной упорной работе, подниматься все выше и выше. В 2006 году СО менее чем за полгода выполняет все три нормы международного мастера, а также выступает в 2006 году на шахматной олимпиаде в Турине, не достигнув даже 13-летнего возраста. Это, кстати, замечательное преимущество шахмат по сравнению с другими видами спорта, что у нас дети 12-13-летние, ну по сути юноши, кто это, даже не поэт, а скорее дети могут принимать участие во взрослых соревнованиях, как сейчас несколько турецких шахматистов играл на олимпиаде, там им одному 13 лет, по-моему, Эрдагмуз или как там его зовут. Это, конечно, великолепный способ сразу проникать в топ своей профессии и понимать, что там происходит и как это вообще работает. С января 2006 года по апрель 2007 рейтинг Уэслис наскакнул более чем на 300 пунктов, перескатив отметку 2500, и Уэслис отправился штурмовать гроссмейстерские высоты. Покорение этой высоты, то есть гроссмейстерской, прошло успешно и оперативно. Уже в конце 2007 года Уэслис выполняет третью гроссмейстерскую норму, и в возрасте 14 лет, одного месяца и 28 дней становится обладателем высшего шахматного звания. Ну, сейчас шахматы стремительно молодеют, и сейчас не удивишь нас гроссмейстером в 14 лет, но на конец 2007 года Уэслис был седьмым в списке самых юных обладателей этого титула гроссмейстер в истории. Уэслис вообще большую часть своей карьеры занимался сам и очень-очень много играл. Это вот такой тип шахматиста, который за счет практики, эмпирическим путем изучает шахматы. Вообще Уэслис мне говорил, что он занимался в юности и молодости очень много. Собственно, все свое время, когда он не спал и не ел, он тратил на шахматы. Уэслис так много играл, что в течение нескольких месяцев мог сыграть несколько рейтинговых партий. И в итоге побил рекорд Магнуса Карлсона, став на тот момент самым молодым шахматистом в истории, которому удалось пробить отметку в 2600 пунктов рейтинга Фиде. В 2009 году Со выигрывает один из турниров в Вейканзе и достойно выступает в Аэрофлот Оупене. Но главного успеха в том году, после которого Уэслис заговорили не только в Азии, но и во всем мире, Со добьется на Кубке Мира. К моменту начала Кубка Мира рейтинг 16-летнего Уэсли поднялся до показателя 2640. Он в первом туре играл с азербайджанским гроссмейстером Гадиром Гусейновым и выиграл в партиях с укороченным контролем в Рапид. Казалось бы, филиппинцу совсем не повезло сетку. В втором круге его ждал знаменитый, легендарный, гениальный Василий Иванчук. А дальше, в случае этого, в случае чуда победы, пришлось бы играть с победителем Кубка Мира 2007 года Гатой Камским. «Несмотря на это, Уэсли выиграл не только у Иванчука, у Иакамского, но сделал это в основное время. После поражения отца Василий Михайлович даже в сердцах заявил, что уходит из шахматы. Это знак судьбы, которая кричит «Оставь, Вася, это не твое, мне просто больше ничего не нужно от игры». Такой драматичный момент в великолепной, великой карьере Василия Михайловича Иванчука. Но все-таки потом остыл Иванчук. И в следующем цикле, как раз благодаря Кубку Мира, Иванчук пройдет турнир претендентов. Видимо, Василий Михайлович со временем понял, с каким талантом какого масштаба он имел дело на Кубке Мира. И проиграть Уэсли даже 16-летнему дело вполне житейское. Выиграв матч у Гаты Камского, Уэсли вышел на российского гроссмейстера Владимира Малахова и уступил ему на тайбрейке. Давайте остановимся чуть подробнее на этом турнире, который, конечно, является знаковой вехой в замечательной карьере американского гроссмейстера. И посмотрим на партии, на фрагменты партии Уэсли СО с Кубка Мира. Перейдем к творчеству Уэсли СО. И здесь я взял на себя смелость начать с партии не Кубка Мира 2009 года, где он первый раз серьезно заявил о себе, а с партии, где я с ним первый раз познакомился, скажем так, близко с его творчеством. На самом деле, я лично его еще видел первый раз в 2005 Мира до 12 лет в 2004 году. Там, причем, состав был бешеный. Динг играл, Каруана играл, Сой играл, я играл. А выиграл, кстати, тогда какой-то китаец без рейтинга, который потом как-то безвесно просто исчез и в шахматы, по-моему, после этого не играл. Но здесь эта встреча 2008 года. Мне 16, ему 15. И это юниорская олимпиада. Я на первой доске сборной России, он на первой доске сборной Филиппин. И разыграл я вариант, который я тогда довольно часто играл. Но коса нашла на камень. Помню прекрасное свое ощущение, что я даже толком не понял, что я не так сделал. Хотя сейчас мне это довольно очевидно. И был я под большим впечатлением от игры Весли. Здесь я пошел в Солнце 3, довольно известная позиция. Солнце 3 ход рискованный довольно, но именно в этом и заключается идея черных всей предыдущей игры. Идея в том, что после БЦ навсегда слабые пешки, но при этом король тоже ослаблен. Здесь, конечно, надо хойти 5. Нормальные люди так все играли. В 6 тут 8 партий всего, но кроме меня так в 2007 году ходил корова за год до меня, но тоже ничейку разве что сделал. Надо ходить, конечно, на Е5, слон А6, слон Е8, конь С5, потом слон Е6. И, ну, кстати, вот так визуально мне по эти черных не могу сказать, что она мне не нравится, но она очень рискованная, конечно, потому что король все-таки ослаблен, слон на А6, где-то может конь на Ф6 придет. В общем, желательно бы в иншпелек какой-то перейти, но не факт, что получится. Я вместо этого сыграл Ф6. Видимо, мне не хотелось поле Д5 ослаблять, я уже не помню, почему я так пошел. Ой, конь Ашдал. Я помню, что конь Ашдал меня ход удивил, и он оказался очень сильным. Конь переходит на Ж4, где-то на Ф6 поддай, где-то, может, на А6 прыгнем. И плюс еще поле линия посвобождается для того, чтобы пешку потом протолкнуть. Мы увидим, это важно. Конь С5, слон А6. Вот здесь Ф6 еще ладно, но следующий, который я сделал, прям откровенно неудачный. Сыграл его, а Д8. Почему я здесь померещусь? Почему я решил, что пешка Д здесь какое-то значение вообще имеет? Ну, она имеет значение, но на нее никто не нападает. Королевский фланг совсем мне беззащитным остается. И надо было, конечно, сыграть ладья Ф7, и, кстати, по этой черной, видимо, более-менее вполне. Но ладья Д8, тут я как раз попал под атаку. Конь Ж4, Ф7 прикрылся и Ф4. Здесь Белый уже хотел пойти Е5, потом коня поставит на Ф6. И там уже невооруженным глядом видно, что по этой совсем тяжелая. Тогда я попробовал пойти Е5. И, на самом деле, если я как-то успею здесь, может быть, слона на Ф7 перевести, или даже стукнуть здесь тупо на Ж4, чтобы коня от меня не нервировал, тогда по этой черной более-менее. Но последовало Е5. И выяснилось, что ходов-то у меня немного. И тучи явно сгущаются. Король А8, Ф2 еще сильный ход. Где-то градит теперь уже, потом на Ф6 подвисит. Где-то, может, Ф4 перейдет. Где-то, кстати, на С5 там конь неожиданно может подвиснуть. То есть я сыграл ЖФ. Ну, по компу кладет Ж8 еще можно было, но не особо это помогало. ЖФ, ЕФ, Ферзь Ф7, слон ушел, Б6. То есть то, что я имел в виду под тем, что конь это подвисает, то есть где-то может быть... Ну, во-первых, конь А5, к примеру, есть такой ход. На что Ферзь Ф5 можно получить неожиданно, и потом Ладя Д8. Поэтому вот в рядах провисает Ладя Д6, потом Ферзь Ф5. Я сыграл Б6, ладя Б8, слон вернулся, конь это сюда пойдет, Ферзь сюда пойдет, ну, и долго партия не продлилась. Конь Ф6 я еще, наверное, зевнул, уже не помню, честно говоря. Тоже мощный удар. Идея в том, что здесь просто белые бьют на Д6, висит тут. Ладья потом поет на А6, пойдет на Ф6 и на А7. Что-то будет, плюс слон Ф6, шифер Ж5 грозит. В общем, бойцы безнадежные совсем. Я сыграл конь Д7, и после еще одного удара Ладя Д6 сдался. Теоретически, кстати, эта партия прям в партию недели могла попасть. Так что это было мое первое знакомство с Весли. И, кстати, очень долгое время он был чуть ли не единственным шахматистом топом, которого я ни одной партии даже в близ не выиграл. Ну, как-то недавно я размочил счет, но тем не менее Весли я уважаю. Заявил он себе впервые на Кубке мира 2009 года, и первый матч у него, первая партия, которую я хочу показать, это партия с Камским. Здесь не очень удачно разыграл дебют Гата, но надвинулся, задвинул, так сказать, как сейчас модно говорить. И пешки нависают над королевским флангом, где-то Ладя G3, может быть, там, на G7 какие-то ударчики, может, Ферз сюда перейдет, надо черным на самом деле аккуратно. Можно, конечно, как-нибудь опять пойти, пока никакой прям матовой атаки нет, но у страха глаза велики, и можно придумать какую-то матовую идею здесь с белыми. Но вот очень мне понравился флот Ф6, флотнокровный такой, казалось бы, лучше не дергаться здесь, но идея в том, что после Е5, ну, в общем, Е5, и черные решают все проблемы, сразу же дальше заберем конем на Ф6, где-то до 4 еще, может быть, прорвемся, и никакой атаки говорить не приходится, центр прорвали, и у черных все абсолютно замечательно. Последовало вместо этого ФЕ, ну, конь Е5, тут тоже, уже мы избавились от одной из спешных, по крайней мере, Е6 скорее слабость, на самом деле здесь у черных большой перевес, но игра, конечно, продолжается, Ладя D8, Ферзь Е7, очень аккуратно здесь, если все сделать, Д4 прорвался, все защитил, ну, вообще, как вы уже знаете, наверное, сейчас в последнее время уж точно его визитной карточкой считается надежность, но здесь любопытно, кстати, что и в партии с Камским, и в партии с Иванчиком, который я следующую покажу, он играл французскую защиту, сейчас уже сложно представить, что он что-то кроме Берлина может сыграть, но тогда он был более агрессивен, что ли. Здесь классно все сделал, все защитил, коня на Е5 поставил, пешку Е6 отъел и потихонечку реализовал. Покрутился еще Камский, но в целом никаких шансов не было. После, короче, 7 партий закончился, Сладя идет на Е2, Ладью развязали, Коня 4 еще где-то пограждает, ну, не говоря же о том, что у черных дверечных пешки. Поэтому такой вот разгром, хотя даже в тот момент всего 55 пунктов разница, в принципе, ничего такого сенсационного сейчас я не вижу. Хотя я так смутно помню, что тогда Весли надел шороху. Особенно в матче против Иванчука, который, по крайней мере, я не помню, как тогда об этом писали, и действительно ли это правда, но только что была сыграна Олимпиада, ну, как только что, месяц назад, и там была тоже партия Иванчук-Со, Василий Михайлович победил, и в прессе писали, что это реванш за поражение 15-летней давности, когда Иванчук в сердцах заявил, что он бросает шахматы и больше не будет играть в них никогда. Но, как мы видим, до сих пор играет, и не без успеха. Здесь тоже была разыграна французская защита, но немножко неудачно, видимо, разыграл дебют здесь Со. Следовало, видимо, сыграть после слона Ф6, слона Ф6, АЖ, Конь Е2, и если белый поет Ф5, то, мне кажется, это почти конец, на Ж5, там потом где-то Конь Ж3, Конь Аж 5, ну, С3, Пешком АД4 тоже зачтим, сложно мне поверить, что это нормальная поица у черных, а после Ф5, допустим, ну, во-первых, есть какой-то ударчик слона Ф5, и после Ж простое Конь Ж3 скорее, да, Фер Д3, Конь Ж3 скорее, Конь идет на Ф5, Ферд идет на Ж4, Владья еще подключится по третьей, но Ком пишет плюс 2, и я ему уверен, честно сказать, потому что опять черный неразвитый, король абсолютно голый, поэтому, ну, кстати, странно довольно, что Иванчик так не сыграл, потому что, ну, выглядит просто и сильно, а он предпочел пойти в осложнение, пошел в Конь Е4, Ферд бьет Д4, Король Е1, Конь Е4, Конь идет на Ф2, но вариант только начинается, С3, Конь Ф2, съели-съели ЦБ, вот такая вот позиция, и все бы ничего, но после Ф6 словится слон, иначе у Белого бы, наверное, было подвыграно, все-таки, два слона здесь значительно сильнее Влади и Пешек, но Ф6 висит слон, Ферд Е4, съели слона, Ферд Е6, Король Х8, и вот здесь удивительно, но ничего такого решающего у Белых нету, подвел Коня Иванчук, это, кстати, правильный ход, Конь С5, во-первых, не даем развиться где-то, во-вторых, ну, может после взятия Конь Е6 последует, то есть сразу взятие ничего особо не дает, из-за Ф4 и как-то черные потом возвращаются Фердем на А6, и неожиданно отбиваются, ничего уже такого сверхсерьезного у Белых здесь нет, хотя, наверное, это заслужило внимания, но Конь С5 тоже нормальный ход, Ферд Б2, и вот здесь много опций было у Белых, но, видимо, ни одна из них никакому решающему перевесу не приводит, понятно, что у Белых всегда есть ничья, Ферзь А3, Король Ж8, Ферзь Е6, это мы всегда можем сделать, но на победу был настроен Иванчук, пошел Ладяев 1, и почти черные проигрывают, строго единственный ход Ферзь Ф6, потому что мы уже хотим побить на Ж6, это просто будет мат на А7, но Ферзь Ф6, ну, вот так визуально, очень странно, на мой взгляд, что Белый здесь не побеждает, но не побеждает, и продумал долгое время Иванчук, здесь еще был у него вариант сделать какую-то партизу на ничью, ходом конь Е4, после ДЕ, С4, Ладеев 7, и Ферзь С8, Ферзь А3, вот такая вот ничья, ну, помимо этого еще какие-то ходы были, типа Б5, правда, это вообще не понимаю, зачем Б5 ходить, был еще какой-то ход Ж4, везде как Е0, короче, ком пишет, но про Ж4 тоже странно, что мы поле Е6 как-то отнимаем, сразу если конь Е6, то как раз Ж4 черные сами ходят, ходит конь Д7, и выясняется, что они, в принципе, отбиваются здесь, плюс-минус. Ну, и также они отбиваются после хода Ж3, потому что после Владея Е8, теперь конь на Е6 никогда не придет, и, в принципе, идейки-то у белых заканчиваются, как это ни странно, забрал пешку Иванчук, но это уже вот видно, что, ну, хоть какой-то материал бы забрать, чтобы сразу не проиграть, но это уже не в ту сторону совсем откровенно. ЖФ, кстати, ЖФ это ошибка, сильнее было Конь Д7, Ферзь Д7, Ладья Е7, и, видимо, потом мы просто Коня отыгрываем, и побеждают черные, а вот после ЖФ все-таки был еще шанс сыграть здесь Конь С5, и как-то... черные все еще не могут развить Коня в этом ключевой момент. После А5 у них есть какая-то контр-игра по линии А, попытка вести Ладью в игру, ну, здесь тоже Ферзь Е4, Сидей Слон Ж6, Ферзь Х5, Ферзь Х7, в общем, сложная позиция, я думаю, что у белых здесь компенсация очень приличная. Но после ЖФ Ладья Е4 здесь выяснилось, что компенсации особо нет, потому что после Ферзь Е6, ну, скорее всего, мы вынуждены менять Ферзей, допустим, на Ферзь Е4, Ферзь Е7 еще, это подвисает, ну, либо мы разминиваемся на Ж4, а после Ферзь Е6 потихоньку здесь Весли вывел фигуры, и Энчпиль реализовал материальный свой перевес, Король Е3, здесь, честно говоря, не знаю, что случилось, повесил Флак Иванчук, или сдался просто, но повесил после Король Е6 в любом случае абсолютно проигранно, качества нет, компенсации нет. И таким образом, полтора на пол выиграл оба матча и у Иванчука, и у Камского Весли, но в четвертом круге его ждал Владимир Малахов, который обыграл его с отсчетом 4-1, и сенсация в какой-то момент затухла. Ну, дальше мы уже знаем, что в конце концов Весли стал таким элитным игроком, мне лично кажется, он до конца себя не реализовал, в силу такого не чемпионского характера, что ли, но тем не менее, партии у него море, конечно, блестящих, и может быть, он еще забоевеет. Посмотрим. Спасибо. В 2012 году в жизни филиппинского гроссмейстера происходит событие, которое впоследствии полностью перевернет его жизнь. Сьюзен Полгар, одна из сестер, старшая сестер Полгар, приглашает Весли на учебу в США. Вообще, Сьюзен, как и еще несколько шахматных энтузиастов, помогла многим молодым и перспективным шахматистам получить американское образование. Поскольку учеба в американском университете это не пирог с капустой, нужно заниматься, многие талантливые шахматисты переставали заниматься шахматами, с головой уходили в учебу. Но Весли сумел совместить два этих дела и продолжил активно заниматься и играть в шахматы. Ну, понятно, что основной идеей переезда в Америку было сменить филиппинскую федерацию на американскую. Согласно одной из версий, кто-то мне рассказывал, что не помню кто, что Соне понравилось, что его золото на универсиаде 2013 года в Казани осталось практически незамеченным на родине и в принципе не одобрялось. Зато нужно было играть какие-то важные турниры филиппинские, чтобы не остаться без финансирования. Я думаю, что причина, конечно, проще. Америка дает гораздо больше возможностей. для развития своего как личного, так и шахматного. Поэтому решение вполне понятное и обоснованное. Так или иначе, с 2014 года Уэсли стал официально представлять США. Несмотря на то, что Псо выигрывал турнир за турниром, его рейтинг стремительно рос, Уэсли как в детстве продолжал работать над шахматами самостоятельно. Конечно, тут напрашивается сравнение с Фишером, который большую часть карьеры работал, либо самостоятельно, либо привлекая максимум одного человека для общения даже. Но в 2016 году Уэсли нашел себе наставника и стал одним из самых успешных и знаменитых шахматных тренеров Владимир Тукмаков. Когда я общался с Уэсли на моем турнире в Амстердаме Левитов Чесвык Комни говорил, что вот эта детская привычка работать самостоятельно над шахматами собственно так у него и осталось. Ему просто так нравится, ему так комфортно, он не видит особо смысла нанимать кого-то, ему всегда нравилось понимать, пытаться понять позиции самому, пытаться в этом разобраться самому и он считает, что это правильный путь для молодого и зрелого шахматиста заниматься самому. Мне кажется, что это плохо сказалось на карьере и энергетическом запасе Уэсли, потому что ты проделываешь весь, а ныне это гигантский объем подготовительной работы сам, то уже сил играть остается не так много. После переезда в Америку вертикальный взлет Уэсли-Со продолжился. До пандемии он выиграл сразу несколько представительных турниров от Вейканзей до Кубка Синфилда. В 16-м году завоевал золотые медали шахматной Олимпиады в составе сборной США, показав лучший результат на своей доске. Вообще, Уэсли всегда хорошо играет за команду. В 17-м году на Кубке мира тоже показал прекрасный результат. дошел до полуфинала, где проиграл действующему чемпиону мира на данный момент Дин Ли Жень, у которой тогда находился гораздо лучшей, как говорит мой сын, кондиции, чем сейчас. После мартовского обсчета 2017 года Уэсли имел рейтинг 2822 пункта. Это пятый результат в истории. На тот момент он всего на 16 пунктов отставал от бессменного лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсона. Позднее он, конечно, как и все, кроме Карлсона немного уронил рейтинг, но все равно прошел в турнир претендентов как шахматист с самым высоким рейтингом среди тех, кто еще не получил на тот момент путевку в финал претендентского цикла. Сам турнир претендентов для Уэсли, к сожалению, не сложился. Сказались два стартовых поражения. Кстати, второй круг Уэсли прошел без обидных поражений. Кто знает, как бы сложился турнир для него, если бы не небольшое, а может быть и большое стартовое волнение дебютанта этого одного из самых престижных шахматных соревнований в календаре и уж точно самого престижного турнира, турнира претендентов. Соби перебрался на постоянное место жительства в Миннесоту, где его приютила Лотис Ки. Лотис в прошлом была популярной актрисой филиппинского происхождения, которая снялась почти в сотне различных кинолен, а с 14-го года стала опекать 21-летнего Уэсли и стала его по сути второй матерью, наверное, так это называется. Биологические родители скептически отнестись к Лотису посчитали, что он просто хочет примазаться к успехам сына, но Уэсли считал иначе. Он прервал общение с родителями и считает своей матерью именно Лотис, который сопровождает его на большинство турниров, оказывая неоценимую поддержку. Мне тоже посчастливилось познакомиться с Лотис в Амстердаме. Она действительно всегда рядом с Уэсли. Она производит первое такое странное впечатление, но потом, когда общаешься с ней, в общем, понимаешь, что она его очень любит, она очень о нем заботится, куда-то носит ему еду. Уэсли очень, как мне кажется, одинокий, человек где-то потерянный в мире. Вот он как-то в интервью со мной говорил, говорит, а я не знаю, что со мной вот там случилось в этот момент. Я вот случилось, а я не понял, что случилось. И она оказывает, конечно, такая стена для него психологическая, об которой он может как-то опереться и дальше жить и дальше играть. После цикла 2018 года Уэсли забуксовал, на время выпал из мировой десятки, провалил цикл 2020 года, однако добился, может быть, самого крупного своего успеха на сегодняшний день, став чемпионом мира по шахматам Фишера. Турнир, который прошел в 2019 году, настоящим звездным, стал настоящим звездным часом для СО в полуфинале. Он разгромил Яна Непомнящего, а в финале просто уничтожил действующего чемпиона мира на тот момент по классическим шахматам Магнуса Карлсона. Кстати, мало кому удавалось настолько уверенно обыгрывать Карлсон в любую разновидность шахмата, если вообще, честно говоря, кому-то удавалось. Уэсли продолжает активно выступать, несмотря на то, что на первые позиции сейчас вышли индийские и узбекские вундеркинды. Софс держится в районе мировой десятки, недавно привез серебряную медаль с Олимпиады в Будапеште. Конечно, в какой-то момент стиль Уэсли как будто бы погас. Это был достаточно интересный шахматист и те партии, которые я показывал ему, в которой он угадывал свои партии в рубрике Flash of Memories, которые есть у нас на канале, посмотрите, это, конечно, шедевры. Шахматы это какой-то совершенно невероятный уровень позиционного понимания, очень современного жесткого счета ход в ход и в свои лучшие годы Уэсли это без сомнения один из сильнейших шахматистов мира и я в какой-то момент познакомился с его творчеством, он был совершенно поражен уровнем его игры, в какой-то момент он начал какую-то усушку, утруску и сам не понял, как оказался в ситуации, когда нет у него какого-то драйва, нет энергии и не получается играть в те шахматы, в которые он хочет играть, яркие, интересные, атакующие шахматы, Уэсли всегда согласен на ничью, Уэсли очень не амбициозен в последнее время, тем не менее, сохраняет свой элитный статус, не знаю, что с ним произошло, да и сам он не знает, как я уже сказал, он мне сказал, что я не знаю, что со мной случилось, вот что-то случилось и случилось, я не психолог, уж тем более не шахматный психолог, не буду в день рождения анализировать, что произошло с Уэсли, такое бывает, бывало в истории и шахмат, я это видел и по чемпионам мира, это было, кстати, с Владимиром Крамником в один период, когда очень сухо он играл, может быть, не хватало энергии для какой-то более яркой творческой игры, но Уэсли мне очень понравился, я как-то был о нем полуплохого мнения, вот почему-то, но личное общение с ним показало мне ребенка, искреннего, очень душевного человека, который где-то ищет какое-то человеческое тепло, который явно создан для того, чтобы играть в шахматы, не сильно приспособлен для жизни вокруг, он среагировал на мою шутку на открытие моего турнира, когда я сказал, что давайте не будем играть в Берлин, и обратился напрямую к Уэсли, который очень любит этот дебют черными, я естественно ничего не имел ввиду, а Уэсли так и не сыграл Берлин, как и никто другой на моем турнире, он очень искренне реагирует на то, что ты ему говоришь, любая просьба, которая в его адрес шла от меня как от организатора мгновенно исполнялась, никакой проблемой абсолютно не для него посвятить свое свободное время чему-то, все очень вежливо, все очень красиво, я действительно проникся к нему какой-то личной симпатией, и в день рождения хочу пожелать Уэсли здоровья, пожелать ему энергии, и пожелать ему сохранять доброе, искреннее отношение к жизни, и вернуть какую-то часть его блестящей творческой энергии, которая оставила в истории шахмат свой след в виде его партий. Спасибо за внимание, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, всего доброго, до свидания.